уважаемые жители приморья хотел поздравить вас с 80 годовщины образования приморского края это действительно серьезная дата и сегодня можно оглянуться посмотреть что сделано но еще больше необходимо делать вы знаете я обнаружил московской прессе после информации о своем выдвижении большое количество интервью практически каждый день одного из потенциальных кандидатов господина Ищенко и вы знаете я читаю и удивляюсь ведь очень важно чтобы избирателей в приморье был выбор чем больше будет кандидатов тем наверное избирателем будет лучше тем наверное выбор будет более осмыслены ведь на самом деле ситуация это очень сложная на самом деле если сравнивать с другими городами я уж не говорю про москву где я был полтора года префектом ситуация очень сложная и тяжелая это и наверное в большей степени недоработки предыдущих губернаторов и господин Ищенко который говорит обо мне больше чем о исполняющем обязанности губернатора господина кожемяка меня действительно сильно удивляет он говорит что я неизвестен в приморье а кто был господин Ищенко до сентябрьских выборов все приморцы знают что господин Ищенко появился только благодаря человеку которого приморцы называют карасиком на самом деле удивительно что один кандидат не рад тому что появляется конкуренция появляется реальная конкуренция конечно от конкуренции выигрывает только жители от конкуренции выигрывают избирателей дело в том что очень много людей которые всегда голосуют за власть и очень много людей которым нужен выбор которые хотят поменять что-то своей жизни прошлые выборы сделали господин Ищенко известно ведь его раньше никто не знал кроме обманутых дольщиков удивительно человек который вырос у моря последние несколько лет собирал деньги в компании которые потом обманули людей удивительно что одна из этих компаний называется варяг строй другая компания называется аврора строй то есть человек плющий на память моряков плющие на память приморцы в том числе погибших боях не стесняется переобувается и идет так сказать на новые выборы объясняя что он очень популярен известен извините ведь приморцы разумные люди они же понимают что у него нет никакого управленческого опыта кроме как собирать деньги на непостроенные дома я несколько дней смотрю на интервью господина Ищенко в московских средствах массовой информации и мне удивительно он ведь не критикует нынешнего главу которого назначили в рио на место губернатора он почему-то целыми днями нервничает по моему поводу вы знаете на самом деле сейчас мы видим как в интернете возобновляются старые традиции старые традиции в том числе вызова на теле дюбаты вы знаете я очень хочу чтобы я и господин Ищенко были зарегистрированы и 20 ноября мы с ним встретились в любом эфире приморского телевидения и открыто высказали друг другу все что мы друг о друге думаем задали какие-то вопросы получили какие-то ответы ведь это все очень важно для принятия решения приморцем на самом деле я считаю что дебаты между кандидатами это важный элемент политической культуры потому что исполняющий обязанности сегодня сидит и работает и все видят что он может делать а другие кандидаты они должны рассказать может быть у них есть опыт может быть у них есть знания может быть они чему-то научились может быть можно где-то посмотреть как они работали на аналогичной работе я часто бываю на дальнем востоке и неплохо знаю регион господин Ищенко не бойтесь конкуренции не надо через московские сми как ребенок выркать пыркать приходите к избирателям объясните свою позицию и чем будет больше конкуренция тем не кажется для избирателей лучше так что давайте сделаем все чтобы мы с вами встретились 20 числа на открытых дебатах во Владивостоке спасибо а вам уважаемые приморцы желаю здоровья счастья и на самом деле наконец получить нормального опытного профессионального губернатора